полица подключается народ сейчас немножко подождем пока подключится уже почти 50 человек сразу подключились всем привет 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 милой семье из ярославля ну вот прочла и заодно привет передала отправили запрос на участие прямо в эфире а не стесняетесь если я сейчас вас подключу а точно как подключу к подключу так ну что уже практически 100 человек я думаю можем начинать вася горит и сама начинает твой же аккаунт тонечка солнышко привет 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 где ребенок львенок убирается там по дому пока мы говорим леончик давай нам надо в эфир выйти ты пока приберись от игрушки разбросал так ну что вася приглашаю тебя в эфир вася тут он работает с телефоном в руках обожаю вас спасибо кристина привет спасибо за комплименты видите у меня лоб поцарапан это мне лео утром вчера вот так вот как как отками своими хотя постригла ногти такие острые а вот спрашиваю да сын поцарапал леончик еще не пробует присаживаться пробует пробует он вот так вот лежит сжимается так вот голову поднимает спасибо за пожелания за добрые смотрите да кстати он уже два дня пробует ползти прям лежит жопку поднимает на животе когда лежит и ножки начинает так вот сгибать дом 2 нет мы не смотрим более того мы не смотрим вообще сейчас телевизор уже долгое время от слова вообще даже музыкальный канал перестали включать он просто висит для деткам лучше не смотреть телевизор на так ну что я предлагаю начинать насчет высыпаться спорный вопрос сегодня например я не выспалась вообще знаете как ночью я встаю леонечка кормить потому что грудью кормлю утром вася мне дает до спать те часы которые я не до спала ночью он его забирает кормит гуляет с ним назад или вперед пробует ползти вперед ну что давайте помаши рукой альончики маши рукой маме привет альончики можно долго разговаривать я бы сказала и бесконечно могу разговаривать но тема эфира у нас другая сегодня мы и анонсировали да мы анонсировали тему эфира поэтому тему сегодня будем поддерживать в эфире про леончика мы проведем отдельный эфир может да я потом вы будучи онки просто пообщаюсь на тему леончика подгузников какашек и так далее а нашим мамском так скажем сегодня у нас тема эфира это наш уход из компании н.л. он вызвал очень много вопросов вот до сих пор многие пишут спрашивают многие не понимают как так вообще могло быть и не верят до огромное количество вопросов многие спрашивают там про команду спрашивают про mercedes ну короче мы сегодня все расскажем решили расставить все точки над и вот и чтобы вопросов больше не возникало да может мы отключим комментарии или поставим можем отключить как ты считаешь как вы считаете здравствуйте здравствуйте можно указать что тема эфира или это нельзя указать если комментарий отключен выключить комментарии так ребята включаем пока комментарии и тему эфира сейчас я напишу Не получается, короче. Ладно. Ладно, фиг с ней. А, ну я комментарий же отключила, поэтому я не могу, наверное, написать. Так, ну что, друзья, мы рассказываем сегодня всю правду, все расскажем, как есть, потому что много домыслов, много непоняток, многие люди интересуются нашей новой темой, но перед тем, как мы расскажем, начнем проводить эфиры и информацию рассказывать о том, чем мы сейчас стали заниматься. Мы расскажем о том, почему мы ушли из компании НЛ, потому что мало кто знает. Причины истины. Так, а что тут надо двигаться? Мало кто знает. Итак, мы занимаемся сетевым бизнесом. Ну, я думаю, что те, кто подписан в курсе, хотя мы не так часто транслируем это у себя в Инстаграм, но мы занимаемся сетевым бизнесом уже достаточно давно, больше трех лет. Делаем мы это профессионально, то есть зарабатываем деньги, это наш основной источник дохода. Вот сегодня мы расскажем, почему мы пришли в компанию НЛ, почему мы благополучно закончили с ней сотрудничать. Ну, пришли, я думаю, понятно всем, да? Нас ребята позвали зарабатывать деньги, то есть это был наш первый такой сетевой опыт, и мы вообще не планировали становиться никогда сетевиками. Мы никогда сетевым бизнесом не занимались, мы только так знали по наслышке, что такое сетевой бизнес и можно ли там зарабатывать. Но разобрались, пришли мы в компанию НЛ в 16-м году, то есть это был пик роста компании. Компании на тот момент было 16 лет. Ну, уже не пик даже, наверное, а мы как бы застали, да, уже конец, так скажем, роста, и плавненько начинался тогда уже спад по чуть-чуть. Да, мы обязательно снимем видео, я сниму видео, выложу у себя в Инстаграм, о том, как работает сетевой бизнес, почему нам это стало интересно, но не будем сейчас к этой теме подходить. Суть в том, что мы стали сотрудничать с компанией НЛ, вышли на приличный чек, мы стали топ-лидерами компании, у нас была большая команда, более тысячи человек, мы забрали автобонус, Mercedes, то есть ездили в путешествия от компании, ездили в путешествия, все было достаточно неплохо, неплохо, но мы приходили в компанию НЛ совершенно за другими целями, у нас были другие задачи, и мы не достигли поставленных целей, скажем сразу. Мы дошли до определенного уровня развития, вышли на определенный чек и застопорились вначале. Долго не могли понять, в чем причина, потому что принцип любой сетевой компании заключается в следующем, основа, это принцип дублицирования, то есть когда ты выполняешь определенные действия, и те люди, которые приходят к тебе в команду, могут тебя дублицировать, то есть могут те же действия выполнять, до какого-то момента это у нас неплохо получалось, но в какой-то момент мы уперлись, то есть сами понимаете, когда ты работаешь, у тебя приходят люди в команду, ты их обучаешь, ты проводишь различные тренинги, семинары, прямые эфиры, то есть делишься с ними опытом, они перенимают твой опыт, начинают делать то же самое. И в какой-то момент вот этот процесс развития, процесс роста, он остановился. Мы долго не могли понять, в чем причина, и потом случилось непредвиденное. Ну да, он не то, чтобы он сначала остановился, а потом даже начался такой регресс, то есть люди стали падать с квалификацией, люди в нашей команде, вот, мы в том числе стали, стал у нас падать квалификация, и мы искали причину в себе. Ну то есть долгое время, я помню, мы забрали автобонус, после этого мы активно, очень активно работали, когда его получили, мы даже выросли, закрыли следующую там квалификацию с гораздо большим товарооборотом, люди закрывали квалификации, но потом начался вот этот вот спад. Мы с Вася долгое время создавали какие-то новые материалы, постоянно, то есть для команды там вот эти видосы ты записывал, материалы для новичков, материалы для старичков, ну то есть мы в этих материалах просто уже закрывались. И думали, что люди такие ленивые, не хотят зарабатывать, то есть кто-то там дошел, там 20-30 тысяч начал зарабатывать, и мы не могли понять, почему человек дальше не растет, почему он не хочет двигаться дальше. Вот, и в итоге, вот в ноябре месяце случилось в компании, ну, буквально за 2-3 месяца, до ноября еще там, да, мы поняли, что отменили массовые такие события в компании. То есть смотрите, вот, ну, по порядку, для тех, кто не понимает, что такое сетевое, вы сейчас поймете. Вот у любой компании, вне зависимости от того, это традиционный бизнес или сетевой бизнес, есть, ну, момент, когда компания регистрируется и начинает работать. Вот в сетевой компании также существуют вот такие этапы развития. Первый этап, там, да, начало работы компании, компания начинает там раскручиваться, начинает постепенно расти, развиваться. На ноги становится как-то. Простите, простите. То есть компания становится на ноги постепенно, да, в какой-то момент там начинается такой интенсивный рост и компания растет, развивается. То есть масса таких компаний, масса примеров, там, компании Reflame, и компания Amway, и компания Faberlic. Ну да, все знают, что у них был пик такой популярности, пик развития. Все знают, да, все знают эти компании. Вот компания Enel также, она была основана, там, в 2000 году, и постепенно, шаг за шагом она развивалась, и вышла на такой уровень развития, когда компании стали знать все абсолютно. То есть вот компания достигла своего пика. Мы пришли в компанию как раз на пике. В тот момент, когда мы пришли в компанию, везде транслировали информацию о ней. В Instagram очень много наших знакомых, там, да, писали, там, давай-ка мне в команду. По телевизору разоблачения были полным ходом, там, поэтому были там везде. Да, то есть все знали о такой компании. Вот. И мы стали работать. Мы развивались, но существует период роста, как я сказал, период там стабилизации, и период закрепления компании на рынке. Вот основная наша причина, сейчас поймете, заключается в том, что компания вышла на стратегию закрепления на рынке, когда она уже достаточно сильно развилась, и дальше развитие, вот послушайте, товарооборота, его не то что не будет, он уменьшается. Вот два года, как товарооборот в компании падает, и компания сейчас направляет усилия на удержание товарооборота, на закрепление на рынке. Вот все знают, такие компании крупные, как там Amway, как Faberlic и так далее, все же знают, что это сетевые компании, да, я надеюсь. И, ну и другие, масса других компаний, которые сейчас на рынке находятся. Вот компании, вот все перечисленные, они также прошли вот этот уровень развития, дошли до определенного пика, и закрепились на рынке. Можно и сейчас приходить в компанию Ariflame, там Amway и так далее, и так далее, там в компанию NL, и можно выходить на какой-то результат, ну, как во всех компаниях, но у нас совершенно другие цели. Ну да, все знают, извини, добавлю, да, все знают, например, что в любой из компаний, вот из вышеперечисленных, известных, которые Вася сказал, там есть очень крупные топ-лидеры, очень крупные, которые там вообще, у них огромные команды, эти лидеры пришли в нужное время, в нужное место, когда вот был пик, когда был рост, когда начинался только рост, и они успели создать эти команды, и удерживают этот товарооборот. Сейчас, например, попробуйте прийти в компанию Ariflame или Avon, и стать суперкрутым топ-лидером. Да, вот вы будете предложения всем людям делать, они будут говорить, ой, слушай, да я еще 10 лет назад мне предлагали, там я регистрировался, у меня там дядя-тетя. Я пробовал, там, и так далее, и так далее. То же самое сейчас, как бы с компанией NL, она популярная уже, она там, да, удерживая сейчас товарообороты, но прийти туда и стать крутым, таким крупным топ-лидером, как это сделали люди, которые пришли лет так 10 назад, уже нет возможности. Даже 5-7 лет назад. Даже 5-7 лет назад, кто пришел, и успели, вот сейчас такой возможности нет. Сейчас, кстати, этих людей тоже очень сильно упали товарообороты, но их чек все равно позволяет им сидеть на месте и получать доход. То есть, чем интересен сетевой бизнес, но об этом мы поговорим отдельно, там, да, тем, что можно построить бизнес, сотрудничать с компанией, получать пассивный доход. Вот компания Amway, там, Avon, Reflame и так далее, все же знают эти компании, да, ну, как вы к ним относитесь? Ой, это сетевая компания. На самом деле, это компании с большим товарооборотом, которые приносят приличный доход тем людям, которые их построили. То есть, занимаются продвижением компании менеджеры, те, которые приходят в компанию, они начинают строить сеть. Почему сетевая компания называется сетевой? Потому что начинает строиться сеть. Представьте себе, там, сеть бензоколонок, к примеру, да, вот в Москве их огромное количество бензоколонок, но так было не всегда. То есть, изначально, там, да, вообще, там, дровами топили, потом появились, там, углеводороды и так далее, и так далее. То есть, люди стали пользоваться новыми технологиями, и стала расти сеть, там, бензоколонок, там, неважно, там, сеть магазинов каких-то и так далее. То есть, растет сеть, и когда сеть уже построена, вот, тогда, ну, компания работает, происходит какой-то товарооборот, и те люди, которые эту сеть создали, которые построили сеть, получают приличную прибыль с этой сети. Собственно, традиционный бизнес сетевой, чем отличается? Тем, что есть физические, такие, вот, там, бензоколонки, есть физические, там, магазины, через которые реализуется продукт, вот, в сетевой компании также реализуется продукт, но только посредством менеджеров, посредством представителей, партнеров компании, да, менеджеров, как мы, вот, были партнерами. То есть партнеры сами этот товарооборот и создают. И, соответственно, те люди, которые приложили усилия к созданию этой сети, так как система во всех сетевых компаниях идентична, то есть регистрация и регистрирование, там, да, по определенному уровню, ну, некоторые говорят, в такой форме пирамиды, ну, можно так представить себе. То есть люди регистрируются, и тот человек, кто приложил руку к созданию крупных сетей, те получают приличные комиссионные, приличный процент с этого товарооборота. Вот как во всех крупных компаниях, которые я перечислил, НЛ вот как раз вышла на тот уровень, когда сформированы сети, многие люди знают о компании, многие люди знают о продукте, и, собственно, развития такого интенсивного, экстенсивного роста в компании НЛ больше не будет. Это никто не отрицает, даже сама компания, ну, они не афишируют там план по товарообороту на ближайшие там 3-5 лет. То есть такого плана нет. Вот. Собственно, вот причина. Мы пришли в компанию, зарабатывая деньги. У нас цель была не 100 тысяч, не 150, там ты, у нас человек был выше, более 200 тысяч рублей мы зарабатывали. Но это тоже было мало. Но это была не та цель, которую мы преследовали, когда пришли в бизнес НЛ. У нас задачи совершенно другие. Собственно, последней каплей стал, вы сейчас поймете, да, то есть это наш взгляд, наши мысли. Ну да, то есть мы не хотим там просто там сидеть и говорить как-то плохо о компании, мы будем говорить факты, сухие факты, из-за которых мы приняли такое решение. Да, то есть компания, еще раз поймите правильно, она, ну, никуда не денется. Она неплохая, она не плохая. Она платила деньги, нас никто там не кидал, да, то есть. Многие пишут там, да, там даже комментарии пишут, ребята там, да, зачем обсирать, ну, решили уйти и уходить, зачем обсирать. Мы не обсираем, ребят. Мы говорим о том, вот на каком, ну, что послужило причиной принятия решения нашего, потому что многие люди наблюдают за нами, смотрят, и, соответственно, мысли такие возникают. И вот это вот была основная причина, что у нас остановился рост. Рост остановился не только у нас, потому что мы знаем о том, что когда мы ушли из компании, люди из команды за нами, не все, ну, далеко, большая часть, конечно же, осталась в компании НЛ, но сейчас вот поймите нас правильно. То есть мы пришли деньги зарабатывать, мы пришли расти, мы пришли строить сеть. Те люди, которые остались в компании НЛ, вот, мы к ним хорошо относимся, но это люди-продавцы, то есть можно в компании, в сетевой компании зарабатывать на продажах, а можно строить сеть. Мы на продажах зарабатывали нормально, но нам этих денег на продажах, ну, соответственно, мало. У нас цели другие, поэтому мы не осуждаем тех людей, кто остался в компании НЛ из нашей команды. Они приняли такое решение, они, ну, знаете, ну, в какой-то степени там в компании. Да, ну, компания, естественно, там, да, прилагают усилия для того, чтобы, ну, взрастить патриотизм. Говорить, что да, вот у нас, вот на самом деле и руководство компании очень хорошее. Мы знакомы лично и со всеми руководителями, и с учредителями компании, с топ-лидерами. То есть мы вполне, ну, как бы понимали, где мы работали, и вот это, в том числе, я вам скажу, было причиной нашего прихода в сетевой. Мы понимали, что это за люди, мы понимали, что это, честные, порядочные люди. Вот мы с ними знакомы лично. Когда там мне пишут, директы говорят, Тоня, вас что там, кинули в компании или обманули, там, почему вы ушли? Нет, нас никто не обманывал. Все три с половиной года, сколько мы были в компании, нам исправно, компания платила день в день, как положено наш чек. То есть все то, что там было в договоре указано, там по уставу, все было вот и до. Да, там выплаты за автобонус, то есть закрыли квалификацию, компания выплатила, да, не закрыли квалификацию, там, как по договору, сами выплатили там за автобонус. Вот, но, опять-таки, вот повторюсь, в компанию НЛ, сейчас вот кто приходит, уже на большие такие чеки не выйдут, как это было возможно, лет там 5-7 назад. То есть кто-то приходит, да, ну, там, 50-100 тысяч, можно еще выйти, да, прилагая огромные просто усилия. Выйти на чек там 500 тысяч и выше, к примеру, там, миллион и так далее. Вот такие чеки есть, да, они реально есть в топ-лидеров компании, это все не звездешь. Вот, на такие чеки там уже не выйти новичку. Да, кого устраивает доход там 20-30 тысяч, ну, и ради бога, сейчас и в Эрифлейме, в Амвей приходят люди, также начинают работать, строят там свой бизнес, зарабатывают деньги. То есть, ребят, еще раз, эфир для тех, кто понимает там, да, уже, что такое сетевой бизнес и более-менее, потому что для тех, кто не понимает, мы проведем отдельный прямой эфир. Вот, последней каплей, что послужило там, да, вот, причиной нашего ухода, ну, повлияло на нас, стал уход одного из самых крутых топ-лидеров компании. То есть, человек, который создал огромную сеть в компании НЛ за 5,5 лет, там, около 80 тысяч человек. Он был максимальной квалификацией в компании НЛ, то есть, выше расти некуда просто. мы сейчас говорим о Славе, Шарк, который был максимальной квалификацией, как сказала Тоня, и он был один из идейных таких вдохновителей. По сути, вот, благодаря такому человеку и произошла революция в сетевом, то есть, молодежь стала приходить в сетевой бизнес. Вот эта тема сетевой, это модно, да? Да, вот это как раз вот приложила руку Слава. И здесь мы, конечно, очень сильно задумались. То есть, представьте себе, да, человек в максимальной комплектации, в комплектации, в максимальной квалификации. Можно и так сказать. Максимальной комплектации. Это седевит максимальной комплектации. Да, то есть, он пришел в бизнес НЛ, начал с нуля, построил огромную структуру, огромную сеть, огромным товарооборотом, и он принимает решение уйти из компании НЛ. И он говорит, как бы объявляет о том, что да, товарооборот упал просто. То есть, стала всплывать информация, что товарооборот падает в компании. То есть, мы до того момента этого не знали. Ну, так скажем, мы отрицали. Нас уже год звали в разные компании, в том числе и в Гринвей, мы отрицали. Мы говорили нет, в любых условиях мы сможем работать, мы выгребим там и так далее. Да, то есть, мнению профессионала мы доверяем. Можем не принимать это мнение, но в любом случае, мы решили выслушать, да, в чем причина. Вот мы стали анализировать сами и связались со Славой, пообщались. Кто-то посчитает, что нас там как-то увели, что нас там, да, чем-то там поощрили, там, наши решения и так далее. Нифига подобного не было. Вот, мы долго с Тонией принимали решение, то есть, это было не за один день, не за неделю. Мы анализировали ситуацию, мы смотрели на наших ребят, которые в нашей команде в тот момент работали. Вот, и никакого абсолютно движения не было. И пошла информация, что отменяют все крупные события в компании. А их было три, по-моему, за год. Три, а четвертая для топов было, то есть, это был звездный марафон для новичков, когда собирали всех, всех, все желающие могли прийти, увидеть масштабы компании. Это был день рождения компании, уже для людей там с определенными результатами, пусть невысокими. Это была школа президента для людей в квалификации, кто же получил Мерседесы, как бы, и выше квалификации. И последнее тоже отменили. Тоже отменили. Это уже три события за год отменили. А четвертое, это был президент, ну, как вояж, да? Вояж. Президентский вояж, когда ездили... Ну, вояж состоялся. Вояж был, да. Но это прям самые-самые топы, там вообще, самые высшие квалификации. И вот, кстати, на последнем звездном марафоне, да, для новичков событий, мы когда были задние ряды, еще тогда были пустые. Уже стали, да, ну, как же, уже много свободного места. Ну, суть в том, что этот показатель, потом стали закрываться офисы. В Москве 7, 4 осталось, 3 закрыли. Причем хороших ходов. Да, я сейчас еще один закрываю. То есть, стали закрываться магазины, пункт выдачи. И вот, вот это все вкупе, вот все это... Автобонус отменили. Да, вот один из таких мотивационных моментов, который, ну, служил там, причиной развития, был причиной, да, это то, что люди приходили, они, ну, им там, расписывали маркетинг-план, и они понимали, что нужно было делать для того, чтобы забрать Мерседес. Его отменили, этот автобонус. И все вот это вкупе, нас, ну, реально стало, ну, знаете, как пелена стала спадать с глаз. То есть, наши цели, они-то не умерли, мечты наши не умерли. Мы также мечтали расти, мы мечтали развиваться, мечтали помогать нашим людям в команде развиваться, получать автобонусы. И в какой-то момент вот эти вот мечты, мы понимаем, что они недостижимы. Ну да, то есть, мы бились как рыба об лед очень долго, мы вот после получения автобонуса очень активно работали, там, да, как я говорила, мы создали материалы, и мы все искали причину в себе. Блин, может быть, мало там этих, мало там материалов, а может, мало того. Может, мы не в той команде, может, у нас плохой наставник, и нам никто не помогает. Искали причины где угодно. Но, не, ну мы как правило в себе рылись, Вася, кучу, ты сколько материалов записал для команды, просто создал там столько материалов, но это ничего не работало, мы уже, ну что только там не думали, да, и вот когда мы видим, что уходит, отменяют все события, автобонус, уходит самый крупный лидер из компании, от которого, ну вообще, ну мы не ожидали, что там он может уйти с такого чека высокого. И плюс, тут видим, как уходят другие лидеры, которые там автобонусы получили, там в таких же, как мы, в квалификациях и выше. И тут, да, у нас начинает, начинают открываться глаза, и мы все-таки понимаем, что нужно быть реалистами и просто вот откинуть все эмоции, типа там, люблю компанию НЛ и так далее, и просто, ну, судить по фактам. Это бизнес. Это бизнес, да, вот сейчас в компании НЛ очень сильно, вот эта тема развивается, там, товарищество, дружба, патриотизма. Потому что, когда люди многие не зарабатывают, не растут, только на, как бы, патриотизме все и держится, как правило. Это в любой корпорации. Да, в любой компании, которая там, да, доходит к уровню, там начинаются какие-то идеи, да, то есть идеи, которые там, ну, мотивируют людей, обычных людей, обычных сотрудников, там, гордиться тем, что они там, в компании, кукушевые. Даже взять, да, крупные компании, типа там, Google, например, там еще какие-нибудь, там, да, у них есть сотрудники, и любые компании, ну, там, переходят сотрудники с компанией в компанию, да, там есть условия лучше, есть условия хуже, и чтобы люди там не переходили, кроме денег, их должно держать что-то еще. Ну, вот это очень важно, чтобы людей что-то еще держало, для руководства компании, это правильно. Философия компании. должна быть философия, должна быть там, вот это вот, ну, патриотизм какой-то, любожный компания. Еще раз, мы никого не засираем, мы не говорим о том, что компания плохая, отличная компания, хорошие люди, управление, хорошие там, да, абсолютно, все, все отлично, все хорошо, вот, но это не наша история. Но важно быть в нужное время, в нужном месте, особенно для сетевой компании, важно быть в первых рядах, прийти, когда компания растет именно. Мы все, мы вот наблюдали, мы, мы в какой-то момент, мы поняли, что мы становимся наблюдателями за топ-лидерами компании, вот, как они прекрасно себя чувствуют, зарабатывают, большие бабки, путешествуют, там, покупают квартиры, и так далее, все чудесно. Но, мы не хотим быть наблюдателями, мы хотим сами расти. И когда вот все уперлось в то, что, товарообороты падают, и, сейчас вот мы перейдем к второй теме, там, да, в чем причина, вот, мы поняли, что нужно что-то делать, что-то менять. Еще важный момент, который мы упустили, мы сказали, да, там, факты, там, убрали события, отменили автобонусы, там, да, еще такой важный момент, что понизили планку, то есть, допустим, если раньше, там, определенная квалификация, это был определенный товарооборот, то товарооборот понизили, там, чуть не менее, 10 раз, 10 раз, да, чтобы показательно топ-лидеры были в тех же квалификациях, либо закрыли, как бы, выше, да, ну, вы понимаете, вот я, например, сижу, у меня там товарооборот в миллион рублей, там, или в 2 миллиона рублей, и у меня есть определенная квалификация, и тут я слетаю с этого товарооборота, он у меня становится не 2 миллиона, там, да, а 100 тысяч, или 300 тысяч, да, естественно, квалификация падает, вот, и компания, чтобы не было так это заметно, что все свалились с этих квалификаций, она планку квалификаций понижает до этого уровня, и то есть человек, как бы, как бы не упал с квалификации, ну, это ты уже компанию засаживаешь, нет, ну, это факт, ну, то есть в какой-то момент, мне это стало причиной, вот то, что стало причиной, мы уже озвучили, но компания, естественно, они пытаются как-то переобуться, пытается как-то вот на рынке закрепиться, задержаться, они объявляют различные бонусы, объявляют различные скидки, короче, ассортимент начинает расширять, лимитированные линейки выпускают, чтобы люди там брали продукт. Это уже понятно, это уже можно понять, можно объяснить. Можно понять тех людей, которые нас стали засаживать. То есть нас перед нашей командой, которая осталась, они стали нас, ну, представлять как он свечер. Говорить, что да, они не работают. Что они не работали, вот они и не растут. Ну и наши люди из нашей команды, которые сами не работали, они там, да, ну, естественно, человек, когда что-то хочет увидеть, он увидит. И они начинали сами так думать. Ну, ладно, мы никого не хотим, не надо никого засаживать, просто такие факты, голые факты. Ну да, если отбросить все эмоции и просто подумать, вот кто сейчас там, да, смотрит. То есть компания вышла на уровень свой и отлично, дай Бог компании длительного плавания, как компания, там, Amway, к примеру, ей там больше 50 лет или 60 лет, там, Reflame там больше 30 лет. То есть сетевые компании, долгожители, я дай Бог, чтобы Enel была компанией долгожителей, реально. Я очень этого желаю. Вот. Но топ-лидером с большим чеком там уже не станешь, на наш взгляд. И не только на наш, на взгляд тех профессионалов, которые также из компании Enel ушли. И ушли профессионалы с максимально высокой квалификации. У слова Шарко был чек до 5 миллионов, там, до 4,5 миллионов рублей в месяц. Представьте себе, какие чеки были. И когда у человека амбиции, и когда у него совершенно другие цели, он, естественно, он начинает искать варианты, да, где, какие ресурсы ему помогут достичь вот этих целей. Так же, как и мы. Ну, а нашей компании, к которой мы сейчас ушли, мы расскажем в следующий раз. Продолжим. Это было причиной. То есть мы стали, ну, анализировать ситуацию. Товарообороты упали, отменили события, отменили автобонус, там, да, уходят топ-лидеры. А, для меня, знаете, что было важно? Да. Да, то, что очень сильное негативное информационное поле сформировалось вокруг НЛ. Ну, то есть это разоблачение, вот эти, знаете, там, топ-лидеры. Я как раз то, о чем я хотел сейчас сказать. То есть вот к чему мы пришли? Мы стали анализировать и стали, ну, думать, в чем причина. Почему компания, вот, ну, вышла там, да, застопорилась, так скажем. Потому что она могла бы дальше расти, она могла бы еще развиваться. Объем рынка, ну, он, как бы, позволяет. Товары широкого потребления. Вот, и мы пришли к выводу, что сложности в развитии, ну, компания сама себе создала. Это отношение людей к компании, вот, окружающих. Да, то есть компания была у всех на слуху. Был дикий хайп изначально там, да. И вот сложился такой негативный информационный фон. Ну, во-первых, есть такой специфический продукт, то есть товар, который, ну, не все понимают. Да, новый доставочный для людей. В любой сетевой компании есть флагманский продукт. Вот в компании НЛ флагманский продукт это коктейли, сбалансированное питание. И, соответственно, стало, чем больше компания стала расти, развиваться, стало много негативных комментариев. Ну, кто-то действительно там, да, кому-то коктейли не заходят, кто-то действительно какой-то там, ну, ну, что-то не зашло, не понравилось там, да. Вот, естественно, чем больше людей пробуют, тем больше негативных отзывов там пропорция. В любом случае существует. Ну, да, позитивный негативный фон. И появились конкуренты, которые стали также этот негативный фон, ну, поднимать, то есть, эту шумиху, эту пыль. И появились блогеры, которые решили хайпануть на этой теме. Короче, стал вот такой создаваться негативный фон, который... Снежный ком такой. Да, повалило-повалило снежным комом. Негативное такое вот восприятие бренда Enel стало у людей закрепляться в головах, потому что по телевизору стали показывать различные там передачи там, да, с проникачечным составом. Ну, все знают, да, можно там долго... По первому каналу, по НТВ и так далее. Компания, Enel, руководство компании говорили о том, что мы накажем, мы это все, ну, понимаем, что есть такая проблема, вот, мы, ну, начнем над этим, над этой проблемой работать. Ну, согласитесь, репутация очень важна, очень. Да. Компания. Вот, то есть, нет такой репутации Amway. Amway, ну, негативный... В чем, почему Amway там, да, люди так отрицают Amway? Потому что это сетевуха, вот только из-за этого, да. Ну, никто не говорит, что Amway там фигово, там, это плохо, у них фиговый продукт, там, и... и так далее, пирамиды, лохотрон и так далее. То есть, ну, Reflame там, да, и другие компании. Там, Mary Kay. Их огромное, более 10 тысяч компаний сетевых в мире. И, собственно, компания ничего не делала для того, чтобы с этим бороться. Точнее, они заявили в какой-то момент, для меня это, конечно, ну, мне это было очень непонятно, и меня это расстроило. Компания заявила, на все услышание, что нанимают Катю Гордон, там, команду ее, ну, такие крутые специалисты для того, чтобы наказать всех... Подавать суды, да, удалять... То есть, будут там, ну, вплоть до того, что там люди публично могут там извиниться, да, за то, что, да, это не так, я просто хайпанул. Ну, то есть, должна была как-то отстояться честь компании. Ну, то есть, если там мою честь везде опорочили, да, то я как-то сделаю, чтобы, ну... Ну, есть такие люди, что им пофиг. Есть кому пофиг, да, но... Но это не бизнес, да, то есть, для бизнеса важны отзывы. Мы не готовы ждать, там, 5, там, 10 лет, когда вот эта вся пыль осядет, и компания, ну, уже будет работать, более-менее там существовало. Ну, то есть, да, любой крупный бизнес, они беспокоятся за свою репутацию, и если я прихожу в бизнес, то репутация этого бизнеса – это моя репутация. Я помню, как я опубликовала в Инстаграм у себя, у меня, ну, достаточно много людей наблюдают за мной, что вы скоро сами все увидите. Ну, сейчас компания отстоит честь свою, там, вот, Катя Гордон, сейчас все хейтеры будут повержены, там, да, будут суды, и признают официально, что все, что говорилось в разоблачениях – это не так. Проходит время, я об этом заявила тоже, то есть, это и моя репутация, да, и мне пишут люди, ну, и что там с вашей репутацией, где суды? И тут мы смотрим эфир одного топ-лидера нашей компании, и у него спрашивают, ну, а что там, будут ли суды, почему не наказывают блогеров? Он говорит, слушайте… Нашего наставника. Нашего наставника, да, прямого. Он говорит, слушайте, ребят, да, вообще, забейте, там, собаки лают, караван идет, что там с этими хейтерами, блогерами вообще, нафиг надо? Ну, то есть, если нафиг надо, то вы не заявляйте тогда, что вы будете бороться. Если вы заявили, и потом, как бы, ну, дали заднюю, я так прям скажу, потому что я сама об этом заявила, и потом я людям стала говорить, да нет, никаких разборок не будет, получается, что это, ну, как бы, даем заднюю, да? Для меня это было, конечно, разочарованием. И все это случилось, вот в том числе эфир в топ-лидера компании, тоже в конце ноября месяца? Это была не причина нашего ухода, но это была такая еще одна капелька такая, знаете, капала, капала. Вот все, что мы перечислили, плюс то, что репутация компании никак сейчас не отстаивается. Ну, для тех, кто не понимает, сетевой бизнес растет, ну, В общем, с арханом радио. Да, то есть, из уст в уста информация идет. Я рассказал кому-то, а тот рассказал кому-то и так далее. Вот представьте, когда ты новичку рассказываешь вот эту информацию, есть компания, есть продукт, там, есть маркетинг-план, можно заработать денег, там, любое количество. И человек заходит в интернет и забивает нам. Отзывы там почитать. Компания, почитать отзывы, все так делают, все, кто так не делает. Компания, почитать отзывы про продукт. Так там тысячи, миллионы просто негативных отзывов, миллионы негативной информации. Я говорю, неважно откуда эта информация, хейтеры, там, блогеры, там, ну, конкуренты. Мы-то знаем, да? Негативные какие-то, ну, реально негативные, неважно откуда. Но новичок, как он это воспринимает? Вот представьте себе, какое огромное количество усилий нужно прикладывать для того, чтобы человеку донести, что да нет, слушай, это не то, это не так. Это хайп, это там. И в какой-то момент ты сам начинаешь сомневаться, почему компания с этим не борется. А может, действительно какая-то шняга, может, действительно что-то там есть не так. Я говорю, даже те люди, которые в компании давно, лидеры, они начинают сомневаться, в чем причина. А что говорить уже о новичках? Вот это и послужило там, да, тому, что замедлился рост вначале, потом он стабилизировался, потом стал, ну, наблюдаться спад, потом спад пошел повсеместно. Вот. И если компания исправит это, ну, ради бога, это хорошо. Она этим поможет, поможет хотя бы хоть как-то. Поможет тем людям, кто сейчас в компании остался. Да, кто остался, кто патриот компании, кто за нее там готов с флагом идти. Вот. Знаете, вот команда, когда растет, когда в команду приходят новые люди и закрепляются. Для того, чтобы человек пришел и закрепился, ну, то есть он должен обучиться там, да, он должен также создавать свою команду, мы уже с опытом. То есть для нас не проблема был этот негатив, опять-таки, да, мы можем, ну, как бы, мы сами пользовались долго продуктом и так далее. Как многие говорят, да. Ну, сейчас я это договорю. Вот, сами долго пользовались продуктом и, ну, не скрою, мы очень много усилий прикладывали, чтобы каждого новичка сказать да нет, там, объяснить, что его там дома негативили, в интернете, вокруг на него был вот этот пресс, вот этой вот информации, поле информационного. И не каждый новичок, только самые-самые-самые сильные там, да, с этим справлялись, единицы. Вот, а толковые достаточно люди отсеивались и говорили, у меня не получается, а там, если я позвонил там 100 человек, мне там 99 сказали нет. Или были такие случаи, когда люди говорили, а, если это НЛ, даже не предлагай. Ты чё, слепой? Ты чё, не видел там в интернете? Что? А по телевизору что показывает? То есть это нельзя отрицать, что это очень сильно усложняет работу всем менеджерам. И сетевой, ещё раз вот скажу, три основных принципа. Научись сам, научи другого и научи другого учить других. То есть мы научились сами. Мы можем с большими усилиями научить других людей. Но научить других, обучать других, это уже проблема. Вот на этом затык. Соответственно, рост, он замедляется, ещё раз повторюсь, и потом в какой-то момент начинает. Вот, плюс специфический продукт, плюс то, что, ну, на самом деле люди не все готовы, там, да, принять этот продукт, плюс... Ну да, много же таких ситуаций было, что, там, ты говоришь человеку, возьми топовый продукт, это коктейли, это классно, там, это удобно и так далее. Сидит там, ну, мужчина на встрече или женщина и говорит, слушай, да я не хочу пить порошок, я вот картошки себе нажарю, вкусно поем, я хочу вкусно, там, с мясом жареным. И ты, как бы, пытаешься объяснить, что это полезно, это так, это так. Ну, то есть, неоднозначный продукт, который не все готовы, там, купить, да, сразу? Да. А он топовый, он флагманский, повторюсь. Флагманский продукт. Поэтому мы сказали, спасибо, друзья. Мы обратились вначале к лидерам нашей команды, команды, и сказали, что, ребят, мы принимаем решение уйти из бизнеса. Ну, то есть, мы честно поставили их в известность. Мы им сказали, что мы уходим. Вы принимаете решение, вы остаетесь, либо вы уходите с нами. То есть, мы не просто уходим. Да. Каждому лидеру мы сказали, какое бы решение ты ни принял, на личные наши отношения это не повлияет. С нами ты идешь, развиваешься там в другой компании, или ты остаешься. Да. Мы сообщили своему наставнику о том, что мы уходим из компании. Мы сообщили самой компании, и только после этого мы стали сотрудничать с другой компанией. Но об этом мы расскажем в следующий раз. Я бы еще хотела сказать про патриотизм, да? У меня прям эта тема, ну, прям ворбит реально, ребят. Вот смотрите, мы приходим в компанию, нас зовут там, да, в сетевую. Каждый приходит зарабатывать деньги. Всем на встрече говорят, что тут можно зарабатывать деньги. Люди приходят с мечтами в сетевую, реально. У каждого своя мечта. Кто-то приходит 10 тысяч зарабатывать, там, ипотеку свою погашать. Кто-то приходит там заработать на ботинке своему ребенку. Кто-то там приходит, ну, с мечтой о машине. То есть, ну, не позволяет обычная работа, там, да, там, своя работа. Закрыть все свои потребности. Да, то есть, нужно искать какие-то варианты. Вот сетевой позволяет параллельно с основным источником дохода зарабатывать деньги. И приходят люди с мечтами. Вот, работают там, да, что-то делают. Я просто на примере даже нашей команды могу сказать. Стали мы расти, стали люди закрывать квалификации, там, в первое время. Потом все остановилось, потом пошел спад. Меня это очень напрягало, конечно, я всегда там винила, там, что-то в нас не так. Ну, пока мы не узнали, что в компании происходит, да, что там у других топ-лидеров творится. И что такое сеть? Сеть это, ну, то есть, вот команда, там все продают люди, там, какой-то товар, зарабатывают деньги. То есть, по сети идут деньги. Вот, каждый пришел за своим доходом. И когда люди, вот, в ситуации, да, сейчас, там, перестали зарабатывать в команде, остановились все. И спрашивали, блин, что делать, что делать. А мы уже не могли им предложить, что делать. То есть, уже, там, какие-то инструменты, они перестали работать, которые раньше работали. Там, тот же, там, по списку ты звонишь, и гораздо сложнее людей пригласить в этот бизнес. И вот, люди не зарабатывают, они ищут выход, что делать. И единственный выход, который мы сейчас нашли, это уйти туда, где все сейчас развивается и растет. Но в этот момент люди нам говорят, я люблю компанию. Ну, то есть, я могу их понять, там, да, они любят, это их право, любить компанию. Но вы же сюда пришли не любить компанию, не есть продукт, там, да, не поклоняться, как-то там, руководству и так далее. То есть, вы просто вспомните и подумайте, зачем каждый приходил в компанию. Вот мы четко знаем, зачем мы сюда пришли. По поводу того, что, там, мы все стали друзьями, там, это бизнес-отношения и так далее. Бизнес-отношения, вообще, ну, такая фраза немножечко странная, да, то есть, есть партнерство, а есть отношения. Вот, да, в бизнесе возникают еще и отношения какие-то личные. Но разве наше решение может повлиять на личные отношения? Разве когда человек меняет компанию, он становится врагом для своих друзей? Нет, такого никогда не было и не будет. Я вот понимаю, что… Ну, у нас, во всяком случае. Ну, да, да, то есть, я вот этого не понимаю. Я, например, к людям как относилась, так и отношусь. Кто-то ушел с нами, да, кто-то остался. И я не стала плохо относиться к тем, кто остался. Ну, у нас тоже когда-то звали, и мы тоже когда-то оставались. Может быть, знаете, пройдет год, и люди поймут, все-таки они увидят, ну, как откроются глаза на то, на что открылись у нас. Возможно, они тоже примут решение, там, идти дальше, развиваться, да. А кто-то, возможно, будет там на месте, ну, как бы топтаться. Ну, часто люди там, да, из соображения, там, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это другая история, но мы просто смотрим на это все с позиции профессионалов. То есть, мы на этом зарабатывали, и мы делали это профессионально. Да, а общаться с ребятами, с кем мы сдружились, извини, мы и так можем созваниваться, видеться там, да, там что-то купить, мы и так себе можем позволить. Ну, а что тогда сидеть на месте-то? Но добиваться своих целей и реализовать все свои мечты, мы уверены на 100%, мы сможем только в другом месте. Да, еще такой важный момент, что, допустим, вот из НЛ, кто в основном сейчас уходит? В основном уходят крупные лидеры, по большей части. Почему? Потому что именно лидеры в высоких квалификациях почувствовали этот спад. Когда у тебя команда, там, понимаете, там, например, в тысячу человек, в 10 тысяч человек, там, как у Славы, там было 80, 80 тысяч человек, это как город, в котором я родилась, понимаете? И когда у тебя такая, такие товарообороты и в какой-то момент начинается спад во всей структуре, во всей компании, то ты этот чувствуешь очень, очень явно. Когда тебе приходится платить кредит за Мерседес самостоятельно, там, да, а у тебя, например, там, чек упал, из квалификации ты свалился, и тебе нужно там 60 тысяч заплатить за кредит, ты это хорошо чувствуешь? Очень хорошо ты это ощущаешь. Вот. Тут претензий нет к компании, ну, свалился с квалификации, плати сам, как по договору, да, закрыл квалификацию, компания платит, как положено. А вот люди, которые в небольших квалификациях, как Вася сказал, вот больше продавцы, они этого спада не чувствуют, поэтому я, допустим, могу понять людей, которые не замечают очевидных вещей. Потому что, если я продаю клиентам, там, на 20-30-40 тысяч рублей в месяц, у меня есть эти клиенты, они едят коктейли, пользуются косметикой, пьют чай, там, да, но они берут и берут себе домой тихонечко, я не почувствую этого спада, и у меня нет структуры, чтобы это почувствовать. А вот когда ты зовешь людей в команду, когда люди не хотят приходить, когда у тебя падает, люди уходят эти структуры, структура там разваливается, падают товарообороты, вот тогда ты это хорошо очень ощущаешь. Поэтому, в первую очередь, ощутили крупные лидеры и ушли. Потом уже лидеры поменьше, 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 как бы уже тоже стали уходить, да? Не, ну не все крупные лидеры ушли, те лидеры вот как раз тоже из разряда лучше стениться в руках, то есть у них там чек был, к примеру, там, 800 тысяч рублей, чек стал там 350 тысяч рублей. Они счастливы этому чеку, они счастливы, они думают, блин, да лучше синиться, конечно, чем я пойду где-то с нуля начинать. Поэтому вот те люди, которые уходят, тем более с таких огромных, высочайных квалификаций, там, вот как Слава, я вам говорю, Слава, у тебя просто стальные яйца, потому что в максимальной квалификации было бы все чудесно, все хорошо, он бы зарабатывал. Минимум полтора ляма ему капает, то есть максимальный чек был там до 4,5 миллионов, там, да, скатился там до полутора миллионов, то к обычному человеку счастье. Сиди, бамбук, кури просто. Но когда люди принимают решение, что нет, у меня цели другие, у меня амбиции другие, я не хочу сидеть на полтора миллиона, и я уверен в том, что у меня даже вот этих четырех уже не будет здесь, ну не будет снова роста в 3,5 раза. Прошел этап этот. Этап прошел, компания уже заняла свою нишу на рынке. И поэтому это, конечно, вот, что хотел сказать, пока не забыл. Что сильные люди уходят на самом деле, сильные, которые не боятся начать с нуля. Да, да, а выставляют их как слабыми, то есть слабые люди уходят. То есть вот представьте, мы ушли, и те люди, которые остались в компании, ну из нашей команды, с ними связываются, ну наши наставники, те, которые в бизнесе, и говорят им, ну ребят, ну что, ну они слабые, ну вот они вот такие вот, ну слабые, давайте мы сейчас с вами будем там работать, мы сейчас нам поможем. Ну опять-таки, если посмотреть фактом лицо, и посмотреть, кто, я с Криной как-то выставляла, кто ушел в другие компании, там в другую компанию, это очень сильные лидеры. То есть мы занимаемся профессионально, мы к этому относимся профессионально, а вот те, которые уже стоящие, обращаются к тем, которые из нашей команды, которые не занимаются профессионально, и они говорят, вот так, вот и так. Ну, их можно понять, вышестоящих, потому что им нужно удержать товарообороты. И они понимают, что люди, кто занимаются больше продажами, не строят активно сеть, они не видят масштаба всего, и им можно как бы с другой стороны это все преподнести. Ну, то есть, так получается. Да, я что хотел сказать, вот пока не забыл опять, сейчас бы забыл. Ребят, вот те, кто приходит к нам сейчас в команду из других сетевых компаний, в том числе из нашей старой сетевой компании, Зинель. Пожалуйста, будьте честными со своими наставниками. То есть, прежде чем... Не нужно регаться к нам и оставаться там. Да, вот будьте честными, говорите им, что вы решили уйти к нам в команду, решили уйти к нам в проект Greenway. Да, мы вот за открытость. Во-первых, лучше по чесноку. Честность – это очень хорошее качество, это позитивное качество, и хорошее положительное качество, оно является созидательным. Вот, я за правду. Во-вторых, ваши наставники будут вас переубеждать. Они будут говорить вам, что это не очень перспективная тема, что это, блин, хайп все, что это, ну, плохой маленький ассортимент, какой-то странный ассортимент. Ну, короче, много чего будут говорить. То есть, они будут вас пытаться удержать. И у вас будет возможность попрактиковаться с первыми возражениями. То есть, лучше пусть ваши наставники с вами отрабатывают вот эти возражения, но вы с ними, и проверяют вас на прочность. Потому что к нам нужно приходить уже с четким принятым решением. На двух стульях как бы усидеть не вариант. То есть, быть честными. Во-вторых, работайте с возражениями уже с ними. И в-третьих, важный момент, очень может быть велика вероятность, что ваши наставники придут вместе с вами. И вы будете работать вот в этой сцепке, связке, привычной для вас, в нашей новой мощной команде. Но вам будет так проще. Если они скажут нет, то без проблем приходите, мы будем лично работать с вами. Но лучше говорить правду, отрабатывайте возражения и приходите с ними. Потому что каждый человек ищет, где лучше. Каждый человек. Вот каждый человек приходит в сетевой бизнес, бабки зарабатывают. Все приходят зарабатывать. Ну да, я всегда думаю о семье, а не о компании. Вот реально, я не могу думать о компании НЛ, как у нее там дела, как там руководство, когда у нас есть семья и ребенок родился. Да блин, нам деньги нужны, у нас есть мечты свои. Мы дом хотим построить, мы путешествовать хотим. Я не могу быть таким патриотом, слепо просто. И вот у нас можно зарабатывать проще всего. Вот такого на сетевом рынке не было до сих пор. И неизвестно будет ли. Поэтому компанию называют феноменом. Потому что революция на сетевом случилась. И мы решили долго не щелкать. Быть первыми. Быть в числе первых, чего и вам, собственно, желаем. Подключайтесь к нам. Но об этом мы уже расскажем, как работает система. И в чем заключается наш новый проект. История, ну и так далее. Может завтра проведем эфир? Воскресенье? А давайте завтра проведем. А давайте завтра мы расскажем о новой нашей компании. Какие у нее плюсы, какие возможности и перспективы. Да. Все. А, можно открыть чуть-чуть вопросы. Вопросы. Ну давай, успеем включить комментарии. Так. Сейчас включаем комментарии. Если остались какие-то вопросы, пишите. У нас очень мало времени уже. Сколько? Ну, минут пять у нас осталось максимум. Интересно, интересно. Рассказывайте. Сейчас они будут... Спасибо за эти ребятки. Они с опозданием сейчас будут приходить. Может кто-то написал, но мы еще не видим их. Вот сейчас начинают. Начинают приходить. С Украины работаете? Да, с Украины работаем. В Украине уже открыто официально представительство нашей новой компании. Компания сейчас стремительно развивается, поэтому... Очень стремительно. Будем ждать завтрашний эфир. Отлично, Кристина. Мы тебя, кстати, ждем в команду. Давай. Вашим наставником ВНЛ. Белозеров. Конечно же, слушателем себя. Евгений. Последнее время нас зарегали Аляна с Сашей Гобозовой. Да. Но какое-то время они там выпадали из темы. Ну так, не активно не работали, мы были с Женей. Вы отдаёте компании за автобонус? Мы не компании отдаём, мы банку отдаём. То есть мы расторгли договор с компанией, и у нас кредитор наш, Мерседес-банк. И теперь мы платим сами банку. Компанию ЛР рассматривали. Не рассматривали тоже по той причине, что... Что она уже давно на рынке. Уже, да, уже поздно туда приходили. Тоже хорошая компания. Ну, насколько мы знаем. И посмотрите, в каком смысле поздно. Для тех, у кого высокие планки, цели. Если вы хотите там зарабатывать 20 тысяч рублей, 50, там, 70 с какими-то усилиями неимоверными, любую компанию можно выбрать. Абсолютно любую. Хоть вы и вон идите. Если вы хотите стать топ-лидером, и у вас планка, как у нас, высокая, и готовы работать, то это компания Greenway. Без негатива, без воды всё поделал. Спасибо. Ну, старались, да, старались факты привести, которые на нас повлияли. И на которые мы долгое время закрывали глаза. Аляна уже не в компании. Аляна, насколько мы знаем, еще в компании. То есть, контракт у нее есть. Контракт еще есть. Она на пассивном доходе. Спасибо за ответственность. Небольшая начальность. Рады. Много осталось платить самим за МЭРС. Полтора года еще? Половину. Меньше? Год и четыре месяца. А, год и четыре месяца, да. Ну, это фигня. Ну, компания год и сколько? Больше полтора лет выплатила. Получается. Почему тогда говорится, что автобонус это подарок? Смотрите, потому что, если ты в квалификацию удерживаешь, определенный товарооборот удерживаешь, компания платит за этот автобонус сама. Ты вообще его не касаешься. Вот нам так платила компания. Сейчас мы ушли. Мы не говорили, что подарок. Мы говорили всегда автобонус. Я даже писала пост. Если пролистать, есть ниже пост у меня. Я там стою на фоне Мерседеса в сером таком платье. Не, а, ну, может быть, знаешь, как говорили, в таком ключе. Ну, это подарок просто. Ну, потому что, когда ты относишься к этому как подарку, то есть, ты за него же не платишь изначально вообще ничего. То есть, за тебя компания платит криво. Выполняешь условия, товарооборот у тебя есть, и компания за него оплачивает, за этот мастер. Коктейли будете кушать дальше? О, кстати, частый вопрос по продукции. К коктейлям я в целом хорошо отношусь, я их ела очень долго. Долго. Смотрите, по поводу продукции. Мне говорят, Тоня, вы будете пользоваться по-прежнему продукцией НЛ? Такой важный момент. Вот, кстати, немножко отступлю. Часто жена президента компании, Екатерина Хохлова, она выкладывает, чем она пользуется. Косметику там и так далее. И там никогда нет ничего из НЛ. То есть, у нее там 10 было, вот я помню сам, 10, я после этого отписался от нее, откровенно говоря, 10 продуктов топ, чем она пользуется, из средств по уходу за собой. Из НЛ там ничего не было? Из 10 позиций ничего из НЛ нет. То есть, президент компании, его жена, и у нее нет. То есть, если продукция хорошая, почему? Ну ладно, это как бы дело каждого. Ну мне вот, на мой взгляд, извините, ты становишься менеджером компании, ты становишься амбассадором компании. Вообще да, я именно так и относилась. Есть одежда Blackstar. Вы видели там Тимати, этот Пашу, они ходят в одежде Blackstar. Она на самом же деле, одежда-то не очень, ну она не, ну как бы это обычная одежда, нормальный там такой вот бренд. Но это не премиум бренд. То есть, там Тимати никогда не будет кататься на, ну на Фольксвагене, понимаете, да? А они ходят, то есть, они позиционируют себя, как потребители этой продукции. Так же самое, то же самое и мы. Смотрите, по поводу продукции, да, я даже в чатах наших говорила, рабочих, когда мы были в НЛ, что продукция НЛ не единственная на рынке. Она хорошая, она меня устраивала. Я покупала именно в магазине НЛ, потому что это был наш магазин, который приносит нам деньги. Вот, сейчас есть также, НЛ мне деньги больше не приносит. Продукция хорошая, но есть также и другая хорошая продукция. Есть аналоги, да. Но чем-то не исключаем, чем-то мы будем пользоваться, что мы не найдем в другом месте. То, что меня устроит. Но, допустим, в Гринвей сейчас у нас широкий ассортимент. Вот, например, маску для лица я уже сытынила. Здорово мы завтра это расскажем. Ну, к тому, что, короче, смотрите, я даже когда была в НЛ, я не говорила, что это единственная продукция в мире. Нет, есть продукция чуть хуже, чуть лучше, есть такая же, но в целом она меня устраивала. Сейчас я, если найду что-то в компании, в которой мы, то, что меня больше устроит, я буду, конечно же, пользоваться этим. То есть мы всегда говорили, что просто ты на ней зарабатываешь. Одна минута стала? Да, но продукция хорошая. Подожди, подожди тут. Почему вы оправдываете уже несколько дней? Где вы видите? Ребята, мы впервые проводим эфир, и это не оправдание, мы объясняем свою позицию. Хотелось бы послушать про Гринвей. Завтра расскажем. И как происходит развитие. Расскажем завтра обязательно. Была в команде, говорили то же самое, что сейчас. Ну, вряд ли мы говорили, когда вы были у нас в команде, что спад в компании идет. Мы сами, когда работали с командой, мы сами этого не осознавали. Громкая музыка. Блин, конец еще, потис удали. Молодцы, спасибо за честность. Но я очень люблю шоколад в банке. Да, шоколад классный. Ну вот, а говорили, там только тряпки. Нет. Ну, кстати, это заблуждение многих. Это то же самое, что говорят в НЛ, только порошки. Это не так. И в Гринвей не только салфетки. Там дофига всего, и сейчас будет еще больше. Мерседес, да, у нас остался. Мы сейчас сами будем за него платить. Ну, все. Где Леончик? Леончик с бабушкой. Играется. Играется бабушка у нас в гостях. Вот такие вот дела. Что-то минут еще стал. Где-то видела. А, ну я смотрю 13.00, и мы начали в 2 минуты. Да, на 2 минуты позже. Вот такие вот дела. Мы постарались для вас рассказать сухие факты. Тут факты конкретно, да, не то, что типа, ой, нас там обидели, или компания плохая, или нам не заплатили. Нет, компания хорошая, продукт хороший, нам платили исправно, за автобонус нам платили. Претензий к компании нет. Вообще. Но нужно быть в нужное время в нужном месте. Я не могу, вот только за нашу собственную компанию, когда у нас будет своя какая-то компания, да, я смогу идти с флагом, несмотря ни на что, и говорить, ребята, патриотизм, мы там, ну так далее. Как говорят сейчас некоторые топ-лидеры. Говорят, ну это ты прокачиваешь, дружба, товарищество, ну потому что они, я бы не рискнул, вот как Слава, я говорил о том, что Слава просто, ну, железный яйцо. Как ты рискнул, ты ушел из компании в свое время, из той, в которой ты строил бизнес? Ну, фиг его знает, как я реально. Я не знаю, ну у меня тогда уже не миллион был человек, но я фиг его, я не знаю, ушел бы я из компании, если бы у меня был бы человек полтора ляма, а он это сделал. Вот представьте. И какая вера в то, что будет еще лучше. Как быть с наклейками? Мы их сняли. Мы их сняли, наклейки. Давно уже причем. Да. Ну мы как, когда перестали удерживать сферили, сферили с квалификацией, сами стали платить за автобонус, мы их сняли. Так, вы молодцы, спасибо. Где Новый год будете встречать? Ну дома, скорее всего, с малышом, куда нам тусить? В смысле оправдывается, много вопросов же от вас, ребята, да, так и есть. Ребята, от ребят очень много вопросов, пишут Директ. Тоня, почему там такой спад? Это, это не вина там компании, да, в любой сетевой компании это происходит в какой-то момент. Важно просто выбирать правильную компанию. Основная причина негативный фон. Негативный фон, да. Дошла до уровня, вот, развития уровня товарооборота и негативный фон просто, ну, чшшш. Помогает ей, помогает этому спаду. За Мерседес сколько платить, ответили. Это решение дается нелегко, это решение лидерское, именно, да, это решение непростое, нам тоже было, что терять, у нас команда была и доход все равно был. Мы прекрасно знали, что многие не поймут и что из команды ребята некоторые не поймут и даже станут в позу. Мы это все прекрасно знали, поэтому сейчас улыбаемся, когда нам, ну, кто-то так ведет себя очень. Поэтому, да, сильные, кто не боится начинать с нуля, сейчас двигаются дальше. Завтра пригодим.